В нашем мире без воды никак, даже коты не могут без нее жить. В данных экспериментах вы познакомитесь поближе с этой интересной прозрачной штукой. Возьмите стакан с водой и поместите его в микроволновку до того времени, пока вода практически не закипит. Вынете обратно и сразу же вставьте в него карандаш. Удивительным образом вода закипает при контакте со сторонним объектом. Это может быть что угодно, динозаврик из киндера, пальчиковая батарейка и даже обычная ложка. Вот небольшая монетка. Как думаете, сколько капель воды она удержит на себе, прежде чем вода стечет на стол? Благодаря поверхностному натяжению вода крепко вцепилась в монету. Возьмите две пол-литровые бутылки негазированной воды и поставьте их в морозилку на 2,5 часа при минус 25 градусах. После этого достаньте воду и ударьте бутылкой об стол. Вода леденеет прямо на глазах. Это какая-то магия. Для следующего опыта нам понадобится вода, спички и лазерная указка. Сломайте одну из спичек и зафиксируйте в коробке, как показано на видео. С помощью другой спички подавайте воду на переломанную до тех пор, пока образуется свисающая капля. Включите лазерную указку, направьте ее на каплю и, выключив свет, созерцайте на своей стене всю красоту подводного мира, содержащегося в этой капле. Невероятно, что с помощью обычных вещей можно соорудить импровизированный микроскоп и увидеть мельчайшие объекты, плавающие в воде. Теперь нам понадобится обычная бутылка и кусочек бинта, который с помощью резинки мы закрепим на горлышке. Как видите, внутрь вода поступает без проблем, но выходить обратно она не спешит. Хотя зубочистки свободно проникают внутрь. Возьмите пипетку, смартфон, наберите воды и капните водой на стекло внутренней камеры. Образуется линза, которая будет увеличивать предметы. Вот обломанная спичка, кончик шариковой ручки, мини-USB-порт и подушечка на лапе у кота. Возьмите несколько спичек, скрутите им головы и бросьте в бутылку с водой. В обычном состоянии они плавают на поверхности, но стоит руками сдавить бутылку, как они сразу же идут на дно. И опять поднимаются, если бутылку выпустить из объятий. Если вылить несколько капель воды в кастрюлю, то ничего необычного не происходит. Но если ее очень сильно разогреть и повторить действие, то вода не растекается по поверхности, а будто катится по ней. А чтобы не сжечь мамину кастрюлю, можно взять обычную ложку. Возьмем знакомую нам бутылку и почти до конца наполним ее водой. В интернете говорят, что если сильно ударить ее по горлышку ладонью, то у нее должно отвалиться дно. И вправду работает. Для следующего опыта мы берем литр воды в миске, еще 300 миллилитров воды, 1 грамм альгината натрия и 5 грамм лактата кальция, которые можно купить в интернете. Сыплем альгинат натрия в воду и хорошенько перемешиваем с помощью блендера. Оставляем постоять, пока все пузырьки не исчезнут и не останется чистая жидкость. Дальше отправляем в плавание лактат кальция и перемешиваем обычной ложкой. Когда смеси готовы, набираем глубокой ложкой состав из маленькой посудины и аккуратно выливаем большую. Осталось подождать 5 минут и выловить из воды вот такого прикольного колобка или толстячка покрупнее. Кажется, теперь я знаю, как делаются импланты для женщин. А если разрезать пузырек, то из него выльется жидкость. Также говорят, что они съедобные, но мы рисковать не стали. Не знаю почему, но нам захотелось сделать ему инъекцию из чернил для принтера, а также попытаться поджечь. Поскольку шарик почти полностью состоит из воды, то загораться он никак не хотел, всего лишь немножко подшкварился. Мы решили проверить, смогут ли бенгальские огни гореть под водой. Обматываем их скотчем, скрепляем проволокой и начинаем погружение. Удивительно, но они не тухнут. Видимо, в их составе содержатся вещества, которые при нагревании выделяют кислород для поддержания горения. Вода нагревается и практически кипит, а из-под нее вырываются раскаленные газы, которые воспламеняются над поверхностью. Кстати, если вы хотите, чтобы мы одновременно зажгли целую тысячу бенгальских огней, то напишите в комментариях, для вас мы готовы на все. Если вам понравилось видео, не забудьте поделиться с друзьями, это мотивирует нас делать еще лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok